Привет, меня зовут Кирилл, я преподаватель физики в ОПО. В начале апреля в Томске собрались самые талантливые школьники со всех уголков России, чтобы сразиться в решении задач по физике и познакомиться с еще одним городом нашей страны. Заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников порадовал необычными заданиями, которые оказались не такими уж и сложными, а наоборот посильными для настойчивого и целеустремленного школьника. Не верите? Сегодня мы с вами разберем задачи заключительного этапа за 10 класс, и вы сами во всем убедитесь. Ну что ж, поехали! Задача 1. На гладком горизонтальном столе лежит гантель, состоящая из двух маленьких по размеру шайб, имеющих массы M1 и M2, соединенных легким жестким стержнем длины L. В момент времени t, равное 0, на шайбу с массой M1 начинает действовать постоянная по величине горизонтальная сила F. Направление действия силы всегда составляет один и тот же острый угол α со стержнем. Считать известным, что при таком движении угловое ускорение стержня является постоянным. В некоторый момент времени τ, после начала действия силы, стержень на мгновение оказался ненапряженным, то есть не сжатым, не растянутым. Вопросы и задачи такие. Найдите угловую скорость вращения стержня в момент времени τ. Найдите угловое ускорение стержня dω dτ, чему равен промежуток времени τ. И найдите угол поворота стержня к моменту времени τ. Рассмотрим момент времени τ. Так как стержень ненапряжен, то ускорение груза с массой M2 равно нулю. Перейдем в инерциальную систему отсчета, в которой эта шайба в данный момент времени имеет нулевую скорость. Тогда в такой системе отсчета шайба с массой M1 в этот момент движется по траектории, радиус кривизны которой равен расстоянию между шайбами, то есть L. Проекция ускорения шайбы M1 на стержень в этот момент равна с одной стороны f косинус α делить на M1, а с другой — центростремительному ускорению ω2L. Приравняем эти выражения и найдем угловую скорость вращения стержня в этот момент. Теперь найдем угловое ускорение. За небольшой промежуток времени после начала действия силы шайба, к которой приложена сила, сместится перпендикулярно стержню на малое расстояние, которое определяется проекцией силы f на направление перпендикулярное стержню. Следовательно, стержень повернется на малый угол, равный отношению смещения стержня к его длине. Так как в условии сказано, что угловое ускорение стержня является постоянным, то угловое ускорение равно тому коэффициенту, который стоит перед t квадрат пополам. Время движения равно отношению угловой скорости и углового ускорения. τ равно ω делить на β. Угол поворота к моменту времени τ равен β τ квадрат пополам, то есть катангенс α пополам. Переходим ко второй задаче. Небольшие частицы с одинаковыми массами m и зарядами q и минус q движутся без трения по пересекающимся под прямым углом узким прямым каналам, расположенным в горизонтальной плоскости. При этом оказалось, что в процессе дальнейшего движения расстояние r между частицами остается неизменным. Найдите суммарную кинетическую энергию частиц. Введем оси координат x и y с началом в точки пересечения каналов O, направленные вдоль них. Если x и y координаты частиц, то при неизменности расстояния между ними по теореме Пифагора имеем x квадрат плюс y квадрат равно r квадрат. При неизменности расстояния, а значит и потенциальной энергии, из закона сохранения энергии следует, что сумма квадратов скоростей шариков неизменна. Найдем ускорение шариков вдоль каналов. Например, для первого шарика проекция кулоновской силы отталкивания равна как у квадрат на r квадрат косинус альфа, где косинус альфа равен x делить на r. Поэтому сила будет равна этому выражению, а ускорение этому. Аналогично для второго шарика. Теперь самый тонкий момент. Нужно заметить, что если рассматривать равномерное движение произвольного шарика массы m по окружности радиуса r, то центростремительное ускорение равно v квадрат делить на r, а проекция на оси xy v квадрат x делить на r квадрат и v квадрат y делить на r квадрат. То есть зависимость от x и y такая же, как и проекция ускорения исходных шариков. Значит и коэффициенты при этих ускорениях совпадают. То есть v квадрат делить на r равно k квадрат на mr квадрат. Поэтому кинетическая энергия шариков равна как у квадрата делить на 2r. Переходим к третьей задаче. Архив Лорда Кельвина. В архиве нашли график циклического процесса, совершенного над фиксированным количеством одноатомного идеального газа. От времени чернила выцвели и информация про направление некоторых процессов была утрачена. Также была утрачена и информация про то, что отложено по оси абсцисс. Известно лишь, что на оси абсцисс отложена одна из следующих величин. Объем, давление, температура или плотность. А шкала выполнена в условных единицах. По оси ординат отложена малярная теплоемкость газа. Найдите максимально возможный КПД цикла. Заметим, что цикл состоит из трех процессов с теплоемкостями 5,2, 3,2 и 2r. Значит, первые два процесса это изохарические и изобарические процессы соответственно. Выясним, какой процесс имеет теплоемкость 2r. Теплоемкость это отношение переданной теплоты к изменению температуры. Теплота равна по первому началу термодинамики сумме изменения внутренней энергии 3,2rΔt и совершенной работы PΔv. Если поделить числитель на Δt, то получим, что PΔv делить на Δt равно половине r. Выразим Δt через Δp и Δv и получим, что PV равно Δp на Δv, что соответствует процессу, в котором давление пропорционально объему. Заметим, что изохарический процесс на графике в условии представлен в виде точки, что означает, что по оси абсцисс отложен объем или плотность. Рассмотрим вариант, где по оси абсцисс отложен объем. Тогда, используя тот факт, что один из процессов — это изобарическое расширение, и что изохарический процесс происходит при наименьшем значении объема на изобаре, получаем следующий вид цикла. Найдем его КПД, обозначив минимальные давления и объем за P0 и V0. Работа равна площади треугольника, то есть 1,2 на 2P0 на 2V0. Теплота подводится на вертикальном и горизонтальном участках, поэтому Q складывается из работы и изменения внутренней энергии и равна 18P0V0. В итоге КПД равен 1,9. Если же по оси абсцисс графика из условия отложена 1 на V, то есть плотность, то соответствующий график процесса представлен на рисунке. Работа — это площадь того же треугольника, а теплота подводится только на наклонном участке и равна 16P0V0. Получаем, что КПД равен 1,8. В задаче 4 речь шла про тонкую плоскую пластинку из диэлектрика в форме ромба со стороной А и острым углом 60 градусов. Она заряжена однородно с поверхностной плотностью заряда σ. Потенциал в вершине острого угла ромба равен φ1, в вершине тупого φ2. Из такого же диэлектрика вырезают тонкую пластинку в форме равностороннего треугольника ABC со стороной 2А и заряжают ее с такой же поверхностной плотностью заряда. Вопросы задачи. Определить потенциал в точке С треугольной пластинки. Определить потенциал в точке D, лежащей на середине стороны треугольной пластинки. Пусть из треугольной пластинки ABC удаляют правильный треугольник со стороной А. Теперь определите в точке D0 потенциал дырявой пластинки. И определите потенциал в точке C0 тоже дырявой пластинки. Начнем разбираться по порядку. По принципу суперпозиции потенциал φ2 равен удвоенному потенциалу φA вершины равносторонней треугольной пластины со стороной А и поверхностной плотностью заряда σ. Если размеры пластины увеличить в два раза, сохранив поверхностную плотность заряда, то потенциал каждой точки тоже увеличится в два раза. Для доказательства этого факта можно разбить исходную пластину на маленькие кусочки, которые можно считать точечными. В результате масштабирования площадь каждой части увеличится в четыре раза, а значит и заряд вырастет в четыре раза, а расстояние до каждой части увеличится в два раза. Учитывая, что потенциал точечного заряда равен q делить на r, получим, что потенциал, создаваемый каждой маленькой частью, увеличится в два раза. Значит, и общий потенциал вырастет вдвое. Поэтому потенциал точки С в два раза больше потенциала вершины пластины со стороны А, то есть равен φ2. Найдем потенциал точки D. Для этого мысленно разобьем треугольник на четыре треугольника со сторонами А. Заметим, что АЕДФ это исходный ромб, который создает в точке D потенциал φ1. К нему нужно добавить потенциалы, создаваемые треугольниками BDE и DFC. Потенциал каждого из них в вершине равен φ2 пополам. Отсюда φD это φ1 плюс φ2. После удаления центрального треугольника потенциал в точке D уменьшился на φ2 пополам и стал равен φ1 плюс φ2 пополам. Для нахождения потенциала точки С дырявой пластины нужно узнать, какой потенциал создавал в ней треугольник DEF. Рассмотрим ромб CFED. Его потенциал в точке С равен φ1 и складывается из потенциала, создаваемого треугольником DEF, и потенциала, создаваемого треугольником FDC и равного φ2 пополам. Тогда треугольник DEF создает в точке С потенциал φ1 минус φ2 пополам. Значит, после удаления центрального треугольника потенциал точки С станет равным 3 вторых φ2 минус φ1. Переходим к пятой задаче. Бесконечная сетка с квадратными ячейками собрана из одинаковых резисторов. В узел А извне втекает ток И. Оцените силу тока в звене BC с погрешностью не более 10% и докажите, что погрешность не превышает 10%. Очевидно, задача обладает симметрией. Воспользуемся этим. Обозначим через И1 ток, текущий по ребру АВ. Из соображений симметрии очевидно, что из узла А ток разбежится поровну по четырем возможным направлениям. Значит, И1 равно И делить на 4. В узле В ток делится на три части. Из соображений симметрии понятно, что ток, бегущий вправо, будет равен току, бегущему влево. Обозначим эти токи И2, а оставшийся ток И3. Из соображений симметрии относительно прямой АС следует, что по звену FC тоже течет ток И2. Также из симметрии следует, что токи, текущие из узла С вверх и вправо, равны друг другу. Учитывая, что в узел С втекает ток 2, И2, получаем, что вытекающие из него токи тоже равны по И2. В задаче требуется лишь оценить ток И2, но не найти его точное значение. Поэтому нужно составить неравенство, что он больше или меньше скольких-то И. Например, можно использовать тот факт, что ток на далеком расстоянии от узла А, например, И4 и И5, все еще не равен нулю, хотя и мал. Запишем равенство втекающих и вытекающих токов для узла В, откуда выражаем ток И3. Напряжение между узлами В и Е можно посчитать двумя способами, через точку D и через точку С. Запишем равенство втекающих и вытекающих токов для узла D. Используем первую оценку. И5 больше нуля. После преобразования получаем, что И2 меньше чем 3 сороковых И. Используем вторую оценку. И4 больше нуля. И получаем, что И2 больше чем И на 16. Значит, И2 лежит в пределах от 1 шестнадцатой до 3 сороковых И. Окончательно получаем И2 равно 11,160 плюс-минус 1,160 И. Погрешность оценки составляет 9%. Вот такие задачи были предложены десятиклассникам на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников по физике. Вполне может так оказаться, что именно ты попадешь в финал в следующем году. Это действительно возможно. Нужно только хорошенько постараться. А мы тебе в этом поможем. Всего хорошего. Пока.